Религия и вера в Бога была с человеком во все времена. В голод, тяжелые войны, страшные болезни и процветание страны. В мрачные и счастливые периоды православный человек всегда идет в храм, вместо силы и душевного спокойствия. В Ульяновской области множество церквей, часовен, храмов и прочих святынь. История края богата и многогранна. Узнать все до мелочей сможет любой желающий на новой экскурсии в святыне Старого Симбирска. Сегодняшний маршрут, экскурсионный маршрут предела города Ульяновска, такой паломнический, мы запускаем совместно с коллегами, с нашими туроператорами. Они приводят огромный интерес к запуску этого маршрута, потому что у наших жителей региона есть запрос на то, чтобы посмотреть, как устроена внутри жизнь в мастерях, чем живут здесь, что делают, как вообще вот эта культура здесь развивается. Поэтому мы считаем, что такой запуск этого продукта будет интересен как с точки зрения популяризации духовности в нашем регионе, так и просветительской деятельности. Маршрут подойдет не только для паломников, но и для православных, детей, людей других национальностей и конфессий. Экскурсию адаптируют под каждую группу. Кто-то подробнее остановится на Спасском женском монастыре и прогуляется по территории. Полтора часа вкусно отобедает и поднимется в колокольню. Вот так позвонить в колокола во время экскурсии сможет любой желающий. Для любителей узнать все и сразу предлагают трехчасовой маршрут по всем святым местам. Туристам покажут Литеранскую кирху, место рождения Андрея Блаженного, Спасовознесенский комплекс, Чувашскую церковь, Воскресенскую церковь, Церковь Рождества Христова, место пребывания митрополита Сергия Вульяновски в годы войны и многое другое. Передвигаться жители и гости города будут на автобусе, а также подкрепятся вкусными кушаньями. Первыми маршруты опробовали сами туроператоры, а далее за круглым столом обсудили запуск экскурсии и его стоимость. Путешествия по святым местам планируется включить в программу туроператоров до конца года. Экскурсионный маршрут разработан и реализуется согласно целям нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».